МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания ВТВ, информационная программа Водкинский в студии Лена Рудакова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о мальчике Савелии, которому в 9 лет был поставлен диагноз рак. Наш корреспондент побывала в гостях и познакомилась лично с уникальным молодым человеком. Обычная ижевская семья, в которой растут любимые дети – дочь и сын. В апреле 2018 года у младшего ребенка Савелия начались недомогания, состояние здоровья ухудшалось с каждым днем. У мальчика были головные боли, сопровождались рвотой по непонятным причинам. Родители обратились к медикам сразу определить причину, которым не удалось. После того, как было сделано МРТ, жизнь семьи Повышевых разделилась на до и после оглашения страшного диагноза. У нас обнаружили диагноз – опухоль ствола головного мозга. Какой степень? Ну, пока была вторая, скорее всего, потому что опухоль была в размерах 43-44 мм. Примерно там, в областях. То есть мы, значит, взяли сразу направление в Москву, Министерство здравоохранения дало квоту, и мы поехали уже туда на лечение. К Савелию в момент определения диагноза было всего 9 лет. Это очень активный мальчик, добрый, открытый, с большим сердцем и душой. В школе его все любят, у него много друзей. Он предпочитает литературу, математику и физкультуру. Любимые хобби – рыбалка и футбол. В команде «Феникс» он нападающий и имеет огромные успехи. Это моя медаль по «Зениту», первое место. Так, вот здесь вот на «Фениксе», между «Фениксом» и «Зенитом» в 2018 году. Это мы были в Чайковском. Тоже в футбол играли, да? Да. С какой командой? Там много учеников. Турнир целый был? Да. «Зенит», «Арсенал», «Торпеда». После госпитализации в Москве, в которой мальчик провел полтора месяца по возвращению домой, уже ижевские врачи наблюдали за тем, как протекала болезнь. Состояние было стабильным, ничего не предвещало беды. В январе 2019 года у Савелия произошли осложнения. Начали тихонько отказывать ноги. Мы с утра это увидели, почувствовали, что что-то не то. И вот оно начало развиваться, развиваться. Мы сразу сделали МРТ, и там уже эта опухоль, она выросла. В пределах таких уже не в миллиметрах все было, а было все где-то в сантиметрах. У нас начали больницу. Мы с тех пор все по больнице ездим, лежим, лечимся. Прошел курс химиотерапии, который нам, в принципе, не помог. И на сегодняшний день врачи просто отказались от нас и сказали, что, ребят, что мы можем сделать, идите домой. То есть вот на сегодняшний день мы не получаем никакого лечения. На сегодняшний день у Савелия диагноз четвертая стадия рака ствола головного мозга. Родители не собираются сдаваться. И каждый день ищут способы спасти своего сына. Пишут, звонят и просят помощи во всевозможные клиники и больницы. А сам Савелий – не по годам взрослый, рассудительный и очень обаятельный мальчишка, у которого глаза полны любовью и надеждой. Ждет чудо и верит. Да есть мечта? Да. Какая, рассказывай? Квадроцикл. Ты хочешь квадроцикл? Да. Так это же скорость. Ты скорость любишь? Угу. Возможно, увидев данный сюжет о замечательном мальчике и о трагедии, которая произошла с ним, откликнется уникальный доктор и придет на помощь. Тем самым продлит жизнь Савелию. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын. Водкинске. 14 мая из-за грозовых разрядов сгорел садовый дом в Галево и частный дом в Водкинске. Подробности смотрите далее. Так, 14 мая в 16 часов 27 минут в Водкинске произошел пожар в частном доме. В результате возгорания была повреждена кровля дома общей площадью 3 квадратных метра. Часом позже в СНТ Галево произошел пожар в доме на одном из садовых участков. В результате пожара был уничтожен двухэтажный садовый дом и повреждена баня общей площадью 107 квадратных метров. Причиной пожара в обоих случаях стал грозовой разряд. Далее новости Водкинского лице, где учащиеся расскажут о программах в сфере IT-технологий. Коммуникация – драйвер развития. В современном мире человеку нужно обладать самым широким спектром знаний, которые будут открывать перед ним высокие возможности. Сейчас в школах активно реализуются программы в сфере IT-технологий. Наша школа – не исключение. В 2017 году Водкинский лицей получил президентский грант на организацию STEM-центра. Понятие STEM объединило в себе несколько направлений – естественной науки, компьютерной технологии, инженерное искусство и математика. По словам руководителя STEM-центра Водкинского лицея Натальи Сергеевны Легких, это дисциплины, которые становятся самыми востребованными в современном мире. С 2015 года в лицее работает лего-студия, где мы сейчас находимся. Мы оснастили кабинет специальным оборудованием и специализированной мебелью. С 2015 года старшеклассники занимаются в этой студии. Они создавали роботов, участвовали в различных соревнованиях, но мы поняли, что этого мало. Для того, чтобы создать и запрограммировать робота, надо знать и физику, и информатику, и математику. Поэтому мы стали изучать опыт республиканский, российский и международный. Ездили в STEM-экспедицию в Германию, где поняли, что современное образование – это практикоориентированное образование. То есть все знания дети должны применять обязательно на практике. Поэтому в 2017 году мы подали заявку на получение гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, где указали, что хотим в Откинском лицее сделать технический центр. Для этого необходимо специализированное оборудование. И в ноябре 2017 года мы узнали, что выиграли грант. И нам будет перечислена запрашиваемая сумма 500 тысяч рублей. На эти средства мы купили 8 наборов Лего Веду для занятий с малышами, 10 ноутбуков для занятий со старшеклассниками, 1 3D-принтер, пластик для него, 12 наборов «Матрешка-Зет» для занятий физики и программирования, и 3D-компас. С февраля 2017 года в нашей школе проводится обучение детей города по следующим направлениям. Работотехника для малышей, работотехника для подростков, программирование плюс физика и 3D-моделирование. Сейчас темно-центр нашей школы – это проектная лаборатория, где ученики проводят научные исследования под руководством профессиональных педагогов. Цель нашего центра – заинтересовать школьников инженерно-техническими специальностями и в будущем воспитать поколение разработчиков и предпринимателей, работающих в сфере науки и высоких технологий. Я думаю, STEM – это технические науки для… ну, не для таких вот ученых очень умных, а уже для детей, чтобы им обучаться уже с детства и когда выросли, чтобы уже быть учеными. За два года лицеисты приняли участие во многих мероприятиях и конференциях города. Посетили детский технопарк «Кванториум», «Кидопарк», приняли участие в форуме разработчиков «Хакатон» и показали высокие результаты. В этом году наш STEM-центр принимает участие в сетевом проекте «Уроки настоящего» от образовательного центра «Сириус», главная идея которого – развитие одаренных детей России. В рамках этого проекта наши дети выполняют сложнейшие задания, которые готовят и проверяют преподаватели «Сириуса». Все задания основаны на метапредметном и исследовательском принципах и допускают консультацию с различными специалистами. Команда учащихся работает целый месяц над одной конкретной проблемой. Искутственный интеллект – это тема октября, гидроэнергетика – ноябрь, космос – декабрь. Сейчас дети работают над темой агрохимии и агробиологии. По результатам четырех циклов наша команда находится на восьмом месте среди 65 команд России. STEM-центр Воткинского лицея – место притяжения талантливых детей, увлекающихся IT-технологиями. Каждый из них хочет воплотить свои проекты в жизнь. А главное – делает все возможное для достижения своей цели. А школы и STEM-центр помогают им в этом. Ведь только в совместной работе может получиться хороший результат. Медиа-центр Воткинский лицей в лицах. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. На сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. С вами была Елена Рудакова. Увидимся в Воткинске. Субтитры создавал DimaTorzok